Добрый вечер. Абулхар Бахтубавич, является ли на сегодня социальный пакет военнослужащих достаточным? Ну, во-первых, я хотел бы сказать о том, что на сегодняшний день государство все необходимые обязательства перед военнослужащими выполняет в срок и в полном объеме. Это касается вопроса выплаты денежного удовольствия, это касается выплат различных социальных гарантий, жилищных выплат и обеспечения форменным обмундированием. Как известно, в прошлом году при поддержке Верховного Главнокомандующего заработная плата военнослужащих была увеличена на 25%, повышена классность для офицеров и внедрена новая жилищная модель обеспечения жильем. В комплексе, я считаю, что эти все меры существенно увеличили социальный пакет для военнослужащих. В очередном послании народу Казахстана президент страны затронул ряд очень важных вопросов. Какие конкретные изменения коснутся вопросов социального обеспечения военнослужащих? Можете более подробно рассказать об этом? Послание главы государства, новый ориентир и ключ к действию для всех госорганов и граждан Республики Казахстан, вооруженные силы, не является исключением. Оно коснулось и нас. У нас первый блок направления работы в рамках послания это гражданские служащие. Как известно, глава государства сказал о том, что в полтора раза увеличится минимальная заработная плата. У нас такая категория гражданских служащих составляет 11 тысяч. И по нашим расчетам более 7 тысяч это увеличение коснется гражданских служащих, работающих в сфере вооруженных сил. Это первое направление. Второе. Как известно, в послании было затронуто отдельно сфера образования, в том числе вопросы, связанные со статусом педагога. Будет принят новый закон о статусе педагога. У нас существует 4 школы Жасулан, где работает более 118 педагогов. Мы считаем, что это также существенно отразится на их статусе, что также улучшит в целом сферу образования в вооруженных силах. В своем послании Нурсултан Назарбаев отметил персональную ответственность первых руководителей государственных органов за борьбу с коррупцией. Министр обороны, первым из руководителей центральных государственных органов, заявил о бескомпромиссной борьбе с коррупцией в воинской среде. Не могли бы вы, как председатель антикоррупционной комиссии, рассказать, какая работа ведется в этом направлении? Если говорить конкретно, как мы собираемся это делать, то здесь у нас намечены определенные направления. Военкомат или Департамент по делам обороны у нас на сегодняшний день там есть определенные проблемы, в том числе проблемы, связанные с коррупционным характером. Поскольку 73% выявленных коррупционных правонарушений приходится именно на Департамент по делам обороны или наши военкоматы. Здесь мы планируем провести очень серьезную работу. Первое, что мы хотим, это в рамках комиссии выбрать один из Департаментов по делам обороны области и вместе туда поехать всеми членами комиссии. И провести ревизию всех процессов, всех функций, начиная от входа в это здание, заканчивая внутренним управлением, выдачей, оказанием государственных услуг, постановкой на учет военнослужащих, выдачей военных билетов, призывными вопросами. Мы хотим эту работу запланировать, она у нас на ближайшее время, уже план соответствующий у нас утвержден. И мы будем эту работу доводить до тех пор, пока мы не приведем к определенному стандарту. То есть, когда мы скроем в результате определенные, наверное, перекосы в работе, недостатки, предложим мероприятия по совершенствованию работы данного Департамента. Если будет необходимо какие-то дополнительные, поменять организационную структуру, выделить дополнительные ресурсы, кадровые изменения и другие какие-то дополнительные меры, то мы будем их предлагать до полного исключения всех этих проблем. Абул Кайр Бахтубаевич, спасибо за познавательный разговор.